Вчера была интересная в этом смысле презентация. Она называлась как-то про кошек. Даже буфер обмена можно сделать кошкой. В общем, суть ее была в том, что какие только инструменты нельзя скомпоновать, чтобы сделать себе непрерывный процесс. В результате процесс, опять же, перестает быть просто непрерывным. Если надо сначала в одном инструменте преобразовать в один формат, в другом инструменте скомпоновать терминологию, в третьем потом ее проверить, непрерывность пропадает, и смысл автоматизации снижается. И третий из больших аспектов, которые хотелось бы адресовать как такой вызов, это слабое понимание критериев и того, что нужно мерить, чтобы понять, приносит пользу инструмент. Например, допустим, есть такой продвинутый фрилансер, который решил сам заняться постредактированием машинного перевода или очень хорошо анализирует, как он работает с ТМ. Почти нет инструментов, которые давали бы ему хорошие метрики об этом. И когда я говорю метрики, это не в смысле просто хорошая работа с матчами и с возможностью компоновки, выбором различных ресурсов, а и некоторые метрики в реальном времени. То есть, например, сколько времени человек проводит в пределах сегмента, в зависимости от того, каким ресурсом он решил воспользоваться, это машинный перевод или память переводов, какое количество замен терминологии он сделал, какое количество правок внес и так далее. То есть такие вот вещи, которые прям про продуктивность переводчика. Да, это наш прогноз. Будет облачно, мы считаем. Хотелось сказать пару слов подробнее чуть-чуть, что такое облачность и как мы это видим. Ну, во-первых… Секундочка. Спасибо. Фоторепортеров. Облако – это, скорее всего, всем все понятно, это использование сервисов удаленно, причем все-таки не через инструмент, установленный на компьютере, а именно в более привычном смысле, то есть прямо в браузере. Ну, надо сказать, что проникновение так или иначе растет. Сопротивляться этому тренду невозможно. Облачные технологии растут по разным оценкам очень-очень быстро. Ну и третий вопрос, который всегда возникает, и мы очень его активно обсуждаем, и нам он очень интересен, потому что это вот одна из серьезных трудностей – это готовность сообщества вообще работать в чем-то облачном. Прежде всего, в смысле того, что нужно постоянное соединение с интернетом. Ну, в общем, там есть несколько, так сказать, трудностей, с которыми приходится сталкиваться. Это время реакции, которое в случае облачной translation memory может быть медленнее, чем в случае локальной. Это необходимость постоянно быть онлайн. Ну и, как я сказал, важность этих аспектов, она все больше снижается. То есть люди все больше работают онлайн, технологии там становятся все более быстрыми. Ну и чуть позже я еще скажу, какие преимущества это реально дает. Ну, это вот я выписал преимущества, которые сейчас уже есть почти в любом облачном решении, которые сейчас доступны. Это уже то, что я говорил, нет необходимости в установке, есть, понятно, доступ ко всем проектам и лингвистическим ресурсам, всегда под рукой, всегда в онлайне. И это некоторое снижение требований к используемой технике, так как все тяжелые операции, типа поиска по большим translation memory, они выполняются на сервере, да, и когда это действительно большие ресурсы, то это выполняется там гораздо быстрее. У меня не зря оставлено еще специально свободное место, там будет чуть попозже вторая версия слайда, где вот как бы мы будем, ну, можно будет обсудить, в общем, такое более полное видение. Это, опять же, как бы коротко про наш продукт. Если кто еще там не видел, не интересовался, ну, в целом концепция та же самая, да, то есть это и блок по управлению процессами, и контроль терминологии встроенной, и translation memory, и после редактирования машинного перевода. Это все понятно, да, это как бы маст практически для любого клауд-инструмента сейчас. Я хочу рассказать несколько вещей, которые мы видим в качестве важных и которые будут определять облик таких инструментов в будущем. Во-первых, это командная работа, и причем я специально говорю об этом именно во фрилансерском сценарии. То есть рынок достаточно серьезно изменяется. В каком смысле? В том смысле, что прямая работа с заказчиком перестает быть прямо делом переводческих компаний или агентств. И мы просто видим такие сценарии, когда переводчики самоорганизуются, чтобы делать более сложные проекты, чтобы делать больше, чтобы представлять новые услуги. И поддержка этого сценария со стороны инструмента, которым они пользуются, конечно, необходима. Это вот такой тренд, который... Ну, в смысле, мы точно это видим и движемся в этом направлении. Я думаю, что и другие облачные инструменты тоже туда будут двигаться. Второй момент — это измерение ключевых показателей в реальном времени, про который я говорил. Картинка, да, надо учесть. Картинки не видно. Суть в том, что инструмент должен давать обратную связь по многим показателям, которые сейчас не принято измерять. Например, степень редактирования машинного перевода, время, которое человек проводит в сегменте, скорость, с которой он работает. И мы видим смысл в этих метриках не только с точки зрения управления процессом. То есть понятно, что агентство, например, хочет очень хорошо понимать, как работают переводчики. То есть кто сколько времени тратит, кто насколько эффективно работает, за кем потом делается меньше права к редакторам. Наше видение состоит в том, что и переводчику это тоже может быть ценно. То есть тот человек, который реально думает о своем времени, понимает, что это как бы основной его ресурс, он будет анализировать то, как он работает с инвестическими ресурсами, с инструментом гораздо подробнее. Ему надо тоже эту обратную связь обязательно давать. Это, ну понятно, да, для Аби это, конечно, прямо напрашивается история. И поддержка форматов. То есть инструмент, ну это часть того, что я говорил, что процесс должен как можно меньше разрываться, как можно больше задачи должно выполняться в пределах одного инструмента. Вот в частности работу с форматами, в том числе с графическими, со сканами, с сохранением при этом форматирования, должен делать основной как инструмент. Ну на самом деле вот эта штука уже появляется даже в существующих тулах. У нас она тоже есть. Вообще куда-то картинка делась. Она там была. Да, ну это просто все голубое на белом, поэтому… Да, в нашем инструменте мы интегрируем работу со словарями. То есть возможность, опять же, никуда не переключаться, не ставить какой-то там софт в операционную систему, чтобы он там что-то в браузере подсвечивал. Это вот как бы, опять же, должно быть частью процесса. Ну вот это тот слайд, о котором я говорил. Я, собственно, это как бы три истории, которые уже есть почти везде, в инструментах и в отрасли. Ну и вот как бы перечислены те вещи, про которые я сейчас рассказывал. Ну, собственно, вот, наверное, я даже попробую закругляться. У меня тут есть еще вот такой слайд, но, пожалуй, мы его скипнем, потому что это было видео с иллюстрацией работы системы. Это, наверное, просто как бы проще всем там зайти и попробовать. Плюс все это есть на сайте. Ну, в общем, чтобы сейчас никого не загружать, я просто показывать не буду. Опять плохо видно картинку. Я просто словами тогда скажу, что это такое. Это значок евро, сделанный из золота, замороженный в кусочке льда. Суть того, что я хотел сказать про вопрос, который вы начали, про стоимость. Нашей позицией является то, что вся эта история должна быть бесплатна для переводчиков. И мы именно в таком формате это реализуем. То есть в начале июня это будет как бы анонсировано более подробно. Я сейчас некоторую такую завесу приоткрываю. Но вот все преимущества, которые я перечислял, для переводчика, который готов работать над своим процессом, они должны быть доступны бесплатно. Ну и как бы в нашем инструменте это так и будет. Ну все, наверное, я переключусь на последний слайд. У меня тысяча вопросов. Отлично. У кого в зале есть вопросы, чтобы я просто знал, как ориентироваться? Один вопрос, да? Все, да? Давайте тогда в зале вопрос, а потом начну я. Можно всем расходиться, тысяча вопросов это нам тут всю следующую неделю. То есть первый вопрос, это действительно они не требуют ничего для переводчика устанавливать на своем компьютере? Это все там? Ну браузер надо, чтобы стоял, да. Ну кроме браузера, какие-то плагины к браузеру или что-то еще? Нет, ничего. Все абсолютно, да. Все в облаке. Круто. Антон, а мы можем сейчас открыть интерфейс, посмотреть? В смысле вот видео? Нет, нет, просто сесть за компьютером и открыть смарт-карт. Ой, ну сейчас он пока в закрытой бете, то есть нам придется... У тебя же есть доступ. Ну это прям серьезная история, нет такого под рукой аккаунта. Окей, ну смотри, ладно, первый вопрос. Ну просто это как бы достаточно будет тебя как бы модно. Можно включить вот это видео, оно без звука, оно на фоне поиграется и посмотрит интерфейс. Окей. Я не знаю, как просто это как-то, наверное, а вот это может play. Сейчас я попробую на компьютер нажать. Тоже оно, к сожалению, яркость бы, наверное, можно снизить у проектора, потому что не очень видно. Но эту штуку ее все могут попробовать, то есть она доступна, там может зарегистрироваться. Единственное, сейчас приглашение приходит с небольшой поддержкой, потому что мы их как бы подтверждаем вручную. Здесь что-то происходит. А вот там кнопочка play внизу слева. Можно ее нажать? Вот так. Ага, ну он здесь показывает, а здесь нет. Я знаю, что нужно сделать. Нужно остановить проказы слайдов. Ты, может, пока вопрос задашь. Сейчас я, короче, Лен, тогда вытащи это вот на второй экран и нажми play. Смотри. Закрыта бета. Меня очень интересует вопрос. Объявляли бету достаточно давно. Я помню, что еще на ТФР собирали визитки и даже до этого объявляли бету. Но она все еще в бете. Другая бета, то есть эта штука ориентирована на фрилансеров. И это, на самом деле, тогда еще на тот момент не было такого четкого деления. Сейчас она гораздо более четкая. То есть это немножко другая бета. Но в целом, да, процесс идет достаточно давно. Ты прав. Ты сориентируй на нас. Сейчас есть какой-то прогноз по тому, когда это будет продукт доступный? Нет, вот то, что я говорил, что с начала лета он будет доступен уже полнофункциональный для фрилансеров. Это сейчас идет закрытая бета. То есть буквально через две недели она заканчивается? И станет открытой. То есть люди просто будут проваливаться сразу в инструмент. Там все можно работать. Все это там как бы есть. Потому что тоже насчет бета интересный момент. Я знаю, что записалось много компаний. И первыми записались большие, у которых есть Chief Technology Officer. Но при этом я обнаружил, что пользуется из всех, например, тоже в моем исследовании, одна компания упомянула, что она пользуется SmartCAD. Это центр Novitex. С корпоративной историей все чуть-чуть сложнее. То есть все, что я сегодня рассказывал, это для фрилансеров. Я с этого начал. Корпоративная история, она чуть более меньшим приоритетом идет. По многим причинам. В частности, потому что мы этот продукт делаем для внутренних процессов. И там, конечно, больше фокус на том, чтобы это было удобно для фрилансеров. Ну и, соответственно, вовне мы тоже это будем предлагать. В первую очередь. Мы обязательно вернемся к корпоративной истории. Сейчас мы просто чуть пониже приоритетом. Это намного позже. Я надеюсь, что все-таки не намного. Там есть даты, но я просто сейчас воздержусь от того, чтобы говорить, потому что уже ты прав, действительно, несколько раз уже много чего говорил. Хорошо. Вопросы, вопросы. Отлично. Ну, соответственно, если все ориентировано на фрилансеров и так далее, почему был снят вопрос о конфиденциальности? Вы написали о том, что он уже не актуален. Нет, он не то, что не актуален. Я тогда говорил о тех внутренних, точнее, как бы неизбежных вопросах, которые возникают у фрилансера об этом. Ну вот он возникает. Конечно. Что с конфиденциальностью? Все хорошо. Сертифицирован этот центр, протоколы, что ТПС. Все слова, которые необходимы, там все есть. Тут надо очень подробно смотреть, в чем вопрос по конфиденциальности. То есть, если говорить про компании, у них это может быть конкретная политика по конфиденциальности, по безопасности, которой просто надо удовлетворять. В частности, поэтому корпоративная история другая, потому что все это решение, возможно, надо внутрь инфраструктуры поставить. Ну, то есть, это более такая сложная история. А для фрилансера, возможно, есть какие-то требования по конфиденциальности, но сейчас гораздо больше потенциал в том, чтобы просто люди начали работать в Кате. Чтобы снизить максимально все барьеры, чтобы это было просто, в онлайне, бесплатно. То есть, как бы сейчас рынку это даст в первую очередь. Ну да, безусловно. Меня зовут Богдан, я фрилансер-переводчик. Я просто хочу уточнить, вы говорили, что это для фрилансеров, то есть в какой степени. Просто у меня есть опыт работы с XTM Cloud, что-то подобное, но у вас как бы намного больше опций. То есть, если это для фрилансера, то я могу просто использоваться этой облачной просто программой, чтобы перевести, то есть загрузить свой файл, перевести и получить там… То есть, да. И она бесплатно тогда получается для фрилансеров. Да. А в чем тогда ваш интерес? Вклад социальный. Да, в том числе вклад социальный. На самом деле, сегодня не первый раз звучит вопрос, в чем наш интерес. Действительно, наш интерес иногда вот напрямую не объясним вот такими меркантильными соображениями. Это правда и для проекта «Переведем курс эра». Это правда для многих нашей активности. Например, мы в российских вузах совершенно, на первый взгляд, бескорыстно для нас читаем лекции, как надо делать переводы. Потому что, например, у нас там вендер-менеджмент, отдельная функция, которая пытается на российском рынке искать переводчиков и всех, кого… Мы там в контакте со всеми лингвистическими вузами, но мы не можем, например, нанимать людей, потому что люди, которые выпускают лингвистические вузы, не готовы переводить. Они не знают, что такое современный перевод. Поэтому мы прямо идем в вузы и рассказываем об этом. То есть, мы действительно делаем вещи, которые должны менять в целом индустрию к лучшему. Потому что мы уже не видим там… То есть, для нас тут не столько интересно денег на этом продукте заработать. Сколько интересно, чтобы движение какое-то началось, что ли, то есть, какие-то реальные проблемы в отрасли начали решаться. Это так, наверное, сильно в общем, да? Антон имеет в виду, что планы Эбби не ограничиваются захватом маленького рынка катов для фрилансера. Они хотят захватить весь мир, начиная с умов и сердец. В том числе. Михаил. На самом деле, большие молодцы, что это делать. Кто-то деревья по субботам садит, а кто-то вот такие вещи делает, да. Но мой вопрос в другом. Предположим, что продукт выходит, и там сотни людей влюбляются в него настолько, что хотят только в нем переводить. А я отправляю им пакеты в Традосе. Как им быть? То есть, что им делать? Будете ли вы еще пытаться это еще добавлять, возможность открывать из других катулов пакеты? Конечно, это уже есть. И тестировали. Не будет ли у меня потом проблем, как у работодателя, что мне приходит обратно конверсия и какие-то теги уплывают, еще что-то? Я не хочу сказать, что не будет, но мы, естественно, будем над этим активно работать. То есть, я думаю, что это некоторый такой понятный процесс старта продукта. И тем более, когда запускается настолько новый продукт, и там есть вызовы, да, наверное, будут проблемы. Единственное, в чем я точно могу заверить, это в том, что мы будем рядом, будем развивать этот продукт. В том числе, мы его еще раз используем внутри. Поэтому, если это как-то мешает нашим процессам, потому что у нас те же задачи конвертировать, нам надо все эти форматы. Это будет по-любому решено. У меня есть какой-то вопрос. Отлично, да, что переводчики могут перевести все. У меня вопрос такого рода. А как с информационной безопасностью? Куда эти все тексты уходят? А наша база остается? Как этот вопрос решается? И вообще, ну, вот, не каждый сможет, ну, хотя, да, решение правильное, но не каждый может, скажем, туда идти. Безусловно, не каждый, да. Ну, такой вопрос можно и как бы… Еще раз, тут вопрос такой. В чем требования? Давайте посмотрим на них и будем с конкретными требованиями разбираться. Потому что, если настолько общий вопрос ставить, то надо посмотреть, а какой почтой пользуется фрилансер? А может быть, у него Google? А может быть, Google вообще анализирует, что файлы TMX, отправленные через почту, надо сразу там Google Translate о них тренировать. То есть это некоторые… А как у вас решается? Мы… Нет, как так же решается точно. У нас есть end-user agreement, у нас есть там политика безопасности, есть совершенно открытая информация. Ну, точнее как, ее сейчас нет на сайте, но мы, естественно, готовы ей поделиться. И в ближайшее время она появится о том, как это устроено, как это защищено, где это расположено, чтобы каждый мог решить, насколько это ему подходит. Ну, то есть тут мы не строим никакую там незакрытую историю из этого, это, ну, некоторый такой обычный сервис. Ну, вот, а MemSource, например, решает эту проблему тем, что у них можно купить сервис, сервер поставить у себя на сайте. Там мы опять переключились на корпоративную историю. Да, это все будет в корпоративной истории. Там будет как бы отдельный SLA, все будет отдельно, возможность поставить это локально. Логично. Пожалуйста. Есть история игрушек, кто история, а это… Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот, у меня вопрос. Ну, вы напрямую не ответили, когда вас спрашивали, или сохраняются данные. Вот, допустим, я как переводчик работаю, мой перевод у вас в базе данных хранится, а потом лет через 5-10 вы какую-то супер… создаете суперслужбу перевода машинного, допустим. Такой вариант вы рассматривали? Да, будете ли вы… Ну, если у вас такая цельская, ну, допустим. Нет, цели такой нет, да. И еще раз, ну, это будет написано, еще раз, просто вы прочитаете end-user agreement, и там будет об этом написано. Если у вас будет вопрос, мы… То есть мы тут как бы не какая-то же закрытая история, да? Мы… Если вы там о чем-то спросите, тем более поначалу, это будет, ну, некоторая, я думаю, гибкая история. Мы готовы работать с обратной связью, и это то, с чего я начал. Если вы… Если кто-то готов сейчас уже там формулировать… Ну, то есть кому-то интересно, например, но он готов сформулировать конкретные проблемы, по которым это вот кажется сейчас невероятным, вообще неправильно то, что я рассказывал. Это очень я бы хотел услышать. Вот прям вот где-то там был мой e-mail, возьмите мне визитку, напишите мне, пожалуйста, об этом. Нам это очень реально интересно. Мы как раз хотим решить эти проблемы так, чтобы это было понятно и сообществу, и нам понятно. Таких планов у нас нет, поэтому мы просто готовы это зафиксировать, чтобы это всем было как бы очевидно. Крыть нечем. Пользовательское соглашение, и там, ну, открытые, в общем, как бы политики использования сервиса. Окей. Окей. Так, что-то я хочу сказать. Ну ладно. Антон, я бы со своей стороны все-таки рекомендовал, ну, не говорить, что не будем этого делать вообще, а дать все-таки пользователям, которые хотят эту возможность разрешить поделиться своими данными. Но по умолчанию ее не включать. Да, это, скорее всего, тоже будет некоторая там возможность настроить свои конкретно пожелания конфиденциальности. Есть же уже такие сервисы, по-моему, в том же самом Краудыни, есть или каких-то других фрейс, по-моему, там есть глобальная ТМ-ка. Если ты хочешь притранслейтить интерфейс своего приложения, используя глобальную ТМ-ку, ты обязан потом полный перевод туда засубмитить. То есть это такая сделка. Значит, если ты готов дать им данные, то ты получаешь взамен фактически уже подготовленные. У Microsoft есть бесплатный МТ за фидбэк. То есть если ты скармливаешь им отредактированный МТ, который через них прогнал, то они дают МТ бесплатно. То есть как бы такие схемы есть. Окей. Какие-нибудь еще вопросы? То есть твой посыл сегодня. Переводчики, пользуйтесь SmartCAD. Согласны ли вы с этим? И если не согласны, обязательно расскажите мне, почему. То есть мы начинаем пользоваться, условно говоря, со следующего месяца. Ну да, можно написать раньше, скорее всего, ну то есть там несколько дней, там чаще всего занимает, там бывает больше доступа и получите доступ раньше. То есть сейчас уже можно регистрироваться, просто в течение нескольких недель это станет совсем открыто, зарегистрировался и начал переводить. А сколько сейчас юзеров? Ну внутренних достаточно много. То есть там тысяч пять или больше? Нет, меньше, сильно меньше. Это небольшое число, да? Ну, несколько раз меньше, меньше тысячи. Ну, я думаю, что, наверное, все. Мы задали все вопросы. Антон, большое спасибо. Спасибо. Наша секция заканчивает работу, да? Ну, на этом наша секция заканчивает работу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое и получили отдачу от присутствия здесь, на которое рассчитывали, даже больше. Сейчас вы можете пройти в холл, и там будет фотосессия, вы можете подойти к фотографу, и он снимет вас в разных позах с буквами уитик, чтобы вам потом было... Я рекомендую это сделать. Потом, когда мы будем делать маркетинговые материалы для следующей конференции, ваши фотографии нам будут очень нужны. Вот. Ну, и мне было с вами очень комфортно. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok